Авиация подключилась к репетициям главного парада в честь дня военно-морского флота, который состоится в Петербурге 25 июля. В первой воздушной тренировке задействовали 48 самолетов и вертолетов. Они взлетали с четырех оперативных аэродромов западного округа. А в акватории Невы этим утром состоялась вторая репетиция с участием боевых кораблей. Среди них малые ракетные «Зеленый дол» и «Одинцово» десантные катера «Раптор» и корабли противоминной обороны Павел Хенов и Александр Обухов, обладающие самым большим в мире корпусом из композитных материалов. За прохождением строя в Петербурге наблюдал Роман Закурдаев. За очередной тренировкой парада наблюдаем с борта новейшего фрегата адмирал флота «Касатонов». Сейчас он стоит в Неве на рейде. Отсюда, с площадки, где размещаются эти 30-мм артиллерийские комплексы «Палаш», отлично видно, как корабли ювелирно проходят под разведенными мостами. Готовятся к параду в честь дня ВМФ и на Северном флоте. В Кольском заливе морская пехота и экипажи десантных кораблей отрабатывают показательную программу с выходом в море плавающих бронетранспортеров. Для многих механиков-водителей БТР – это первый подобный опыт и часть обязательной боевой подготовки. За их действиями прямо с воды наблюдает Елена Сивонин. Вот так происходит отработка самого зрелищного эпизода программы празднования дня военно-морского флота. Сразу после того, как бронетранспортеры покидают большой десантный корабль, они приступают к маневрированию на плаву, перестроению во время движения на воде и высадке на побережье. Тренировки проходят в Кольском заливе, а генеральные репетиции и парад состоятся на Североморском рейде.